Очень-очень давно, в 2011 году, Банк России начал выпускать монеты вот такого вот типа. Это как бы и стандартные монеты, и посвященные какому-либо юбилею. И вот среди первых монет, которые были посвящены городам воинской славы, был как раз город Белгород, который сегодня справляет свой день рождения, день города. И так совпало, что вот как бы, ну, очень даже пригодилась эта вот монетка к сегодняшнему нашему дню. Так, итак, что же это такое? Как это? Что это? С чем это едят? Что это такое город Белгород? Ну, это вот такой город воинской славы, как я уже сказал. Год основания 1593, и вот отмечается он всегда, вернее, вот 5 августа, так скажем. Это центр Белгородской области, находится на реке Северный Донец. Считается, что славянский город Белгород был заложен в 10 веке, однако он был позднее разрушен, и земли долго пустовали. Царь Фёдор Иванович вновь возрождает город, основывая пограничную крепость в 1593-м. В 1622-м, во время нападения польско-литовских войск, крепость была сожжена. После этого Белгород был выстроен на левом, восточном берегу Северного Донца. Сейчас там находится старый город. Белгородская крепость построена в 1650-м году на правом берегу Северного Донца при впадении реки Везелицы. С 1658 года Белгород является главным городом белгородской черты оборонительной линии, защищавшей Московское царство. В 1712-м, по указу Петра I, введено знамя белгородского пехотного полка, особенно отличившийся в Полтавской битве. На знамени изображен орел, символ России, парящий над убегающим львом, символом Швеции. Я-то вот думал, чего ради тут лев нарисован, вроде как у нас в наших краях львы только в зоопарках и в цирках водятся, а тут сразу на гербе. Ага, это швед, бегущий от нашего орла. Ну что ж, это прекрасно, это наша история, это есть чем нам гордиться. Ну и вот именно эта символика и является основой сегодняшнего герба и флага города. Во время Великой Отечественной войны Белгород был дважды оккупирован немецкими войсками и освобожден от немецко-фашистских захватчиков после боев на Курской дуге. В 1954 образована Белгородская область, в 1980 город был награжден орденом Отечественной войны первой степени, замульство, стойкость, проявленные в годы Великой Отечественной войны и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве. Сейчас город активно развивается, имеет положительный прирост населения. Белгород многократно занимал почетное первое место по чистоте, благоустроенности среди городов России. В 2007 году указом президента Российской Федерации Белгороду было присвоено звание город воинской славы. Славы, вот в связи с чем вот эта монетка, вот как раз то, что мы имеем перед собой, имеет место быть. Вот в Белгороде, что там вот такого хорошего вообще? Вот в Белгороде диораму Курской битвы можно посетить, Военно-исторический музей и заповедник Прохоровское поле, Преображенский федеральный собор, Успенно-Николаевский собор, Смоленский собор, Дом Курца-Селиванова. Вокруг города находится множество старинных усадеб, псих неповторимой атмосферой. В Белгородской области растет уникальный дуб, его корону занимает 25 соток, дереву более 400 лет. Это дерево, одно из трех, которое в нашей стране храняется государством, как памятник природы. В городе проживает около 380 тысяч человек. Ну и День города празднуется 5 августа в память об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. И это никак не привязано ни к субботам, ни к воскресеньям, ни к каким-то дням. А вот будет 5 августа, понедельник или восторник, ну значит в этот день и будет в честь того, что он был именно в этот день освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Ну вот, именно в этот день стал днем первого салюта в Великой Отечественной войне. Салют прозвучал в двух освобожденных городах, в Белгороде и Орле. И, кстати, вот у них одновременно День города-то и празднуется. Так вот уж совпало. Ну еще раз про герб хотелось бы немножко сказать. Герб Белгорода утвержден 21 июля 1893 года. На лазуревом щите изображен лев и орел. Щит сопровождался серебряной короной и золотыми молотками, оборонленной Александровской лентой. В 1970 году Белгородский городской совет утвердил герб города, сохранивший льва и орла. Были добавлены дубовые ветви, колоси пшеницы, половинки зубчатых колес. Современная версия герба утверждена в 1999. Герб выполнен по мотивам герба 1893 года с утратой обрамления. Ну, с ней большая потеря, но вот тем не менее, что имеем, тому и будем радоваться, так скажем. На этом, пожалуй, все. Белгорчан с праздником. Мирного неба над землей. Счастья всем жителям. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания. Мирного неба над землей. Спасибо за внимание. Продолжение следует...